Ребят, всем привет! Я уже дома, снимаю вам из Москвы. Приехали мы вчера. Пьем морс. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Подпишитесь, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Всех целую. Ну что, давайте начинать. Сегодня мы с вами едим роллы. Их где-то здесь 46-48 штук. Ну и давайте начинать. Очень вкусные. Я заказала первый раз в этой доставке. Если мне понравится, закажу еще раз. Смотрите. Это просто Филадельфия. Почему решилась заказать роллы? Сегодня мой первый день после приезда с отпуска. И я решила себя так порадовать. Заказала много? Столько я самой себе никогда не заказывала. Но вкусно. Это типа лосось в сахаре. Обалденно. Пьем морс. Ребят. Короче, приехали мы из Турции. Вчера. Честно вам скажу, отдохнули просто отлично. Немножко света поправила. Так лучше. Короче, приехали мы вчера из Турции. Отдыхали мы там 9 дней. А честно вам скажу, 9 дней вообще вполне достаточно, чтобы отдохнуть. И, ну, как бы мне было не жалко уезжать. Очень вкусно. Хотя, вы знаете, я все время такая, типа мне надо отдыхать до последнего. Но даже я сильно не расстраивалась. Сырной шапочкой. Блин, ребят, роллы просто обалденные. Заказывала вот в этой доставке. Ребята, если кому-то интересно, в какой доставке заказывала, пишите в комментарии. Короче, приехали мы вчера. Как всегда, после перелета. Ну и вообще смена у нас заболела горло. Сейчас хоть бы ничего. Сейчас расскажу прикол. Ребята, обалденные. Как называется? Суши? Очень вкусно. Мы, будучи в Турции, в последний день поехали в аквапарк. Один из самых крупных в Анталии. Это просто. Видимо, туда надо ехать не в сезон. Мы прокатились, наверное, на горках трех. На водных. А все остальное время мы стояли в очереди. Вы представляете? Это просто кошмар. Типа на двоих. Стоимость билета, ну, порядка там 7 тысяч нам обошлась. И там есть прикол. Типа ты можешь купить такой билет с красной и проходить на все аттракционы. Не в общей очереди. Как вы думаете, сколько он стоил? Мы пришли туда, думаю, ну, ладно, возьмем. Ну, если там тысячи две он стоит на человека, можно взять. А он стоит как полный билет. То есть, если ты хочешь проходить вот в этой скорой очереди, плати, в общем, двойную цену. Ну, конечно, я на это не согласился. По итогу мы день там проходили. А особого кайфа вообще не получили. Они еще так позиционируют этот парк, как турецкий Диснейленд. Ну, не знаю. Если в Диснейленде так, то такое себе удовольствие. В общем, это ролл с угрем. Ребят, роллы обалденные. Я думаю, что я все съем. А так, как я говорила в прошлом видео, турция бомба. Это ролл вот с такой начинкой. С лососем, наверное, это. Когда я была подростком, я просто обожала роллы. Если бы мне тогда дали вот это все, я была просто в восторге. короче, сделали мы вывод, что в Турцию надо будет ехать уже потом с детьми, потому что за пределами отеля, куда бы мы ни выходили, все не то. И прикол. Если ехать, допустим, на две недели, я бы ехала на неделю в один отель, на вторую неделю в другой. Потому что за неделю ты уже полностью изучил отель, и ну уже скучно становится в общем на одном месте. Поэтому вот так вот поехать в два отеля сразу, это интересно. Мы в последний день мы в последний день мы в последний день зашли в соседний отель. Как мы это сделали? Просто по пляжу гуляли. Там, в общем, в нашем отеле не было пирса, чтобы прыгать в воду. У соседей был. Ну и как бы мы к ним ходили прыгать. И тут слышим, что интересная музыка там играет, прикольная. Ну и в общем мы решили зайти. И на самом деле были удивлены, потому что отель в соседнем лучше оказался. Там как бы если у нас такой был круговой бассейн, было вообще всего два бассейна. нет, три, один детский. А у них там получается вся территория это бассейн. Как бы там такие островки, где находятся кафешки, а все остальное бассейн. Очень понравилось. Плюс там еще музыка играла такая посовременней. У нас более такое, знаете, типа восточные сказки. там что-то такое. Там поинтереснее было. Ребята, обалденно. Вчера приехали, целый день спали, валялись, была слабость. Вообще, раньше я перелеты переносила очень легко, то есть я даже не чувствовала их. но сейчас у меня, болит голова. Мне ну не очень хорошее самочувствие весь день, день перелета. также вот сегодня после я бы не сказала, что я прям себя хорошо чувствую. Я не знаю, здесь чем это. Я пролетала, у меня, во-первых, голова не болела. Сейчас у меня в самолете часто болит голова, просто прям сводит. Ребята, если вот у вас у кого-то тоже болит голова, напишите, потому что я боюсь, вдруг у меня какая-то болезнь или что-то там в голове. Ну, потому что, знаете, такая боль. Кажется, что сейчас что-то может случиться с тобой. Очень больно. Поэтому, кто тяжело переносит перелеты, ставьте лайк. Раньше вообще шикарно было, просто не замечала. Ребят, может быть, такое, что я вообще уже наелась. Такое возможно? у нас как идет. У нас как идет. Эти 50%. Вкусные. Эти вкусные. Я имею в виду по вкусноте. Эти 100%. 50, 50, 100, 100, 100. я про запеченную меньше люблю. ребят, что-то я накинулась. Хотела есть, а в итоге все наелась соси вкусно ребят так хотела роллов по итогу наелась больше не могу очень были вкусные посмотрите какие я вам еще раз покажу это просто вау они все большие прям так спасибо всем большое за просмотр что зашли снова поели со мной ставьте лайк подписывайтесь на канал скоро увидимся всем пока на канал и скоро увидимся а